Заметив издалека камеру на дорогу, водитель уже не смотрел. Результат – прямое попадание в яму. Остальные, по счастью, оказались внимательнее. Вот такие срезанные части асфальта порой доставляют водителям проблем едва ли не больше, чем сами ямы. Очень ужасно ездить, потому что здесь, я так поняла, вчера или несколько дней назад пробка была, первый рабочий день, и до самого Нартова случилась пробка. Я так подозреваю, что именно из-за этого. Ездить просто ужасно. Я не знаю, когда это закроют. Они, наверное, весь город сначала ямки сделают по всему городу, а потом весь город будут закрывать. И все это время все в пробках. Заторы – это лишь одно из последствий застоявшегося ямочного ремонта. В списке неприятностей проколотые шины, погнутые диски. А ремонт автомобиля в таком случае оплачивать придется самостоятельно. Вот водителям и приходится искать новые маршруты. Приходится выбирать пути объезда, потому что иногда вырезает так, что можно проехать колеса. Порвать резину или погнуть диск. Ну, я стараюсь объезжать, потому что часто езжу по одним и тем же дорогам. Вижу, где идет ремонт, и объезжаю. На оперативном совещании глава администрации города Олег Кондрашов резко высказывается в отношении дорожных служб. Ямочный ремонт в Нижнем Новгороде идет с нарушением сроков. На латание ям у дорожников уходят недели, а положено не более двух дней. Я потребовал от департамента дорожного хозяйства, чтобы не более чем двое суток было затрачено на подготовку к организации ямочного ремонта. Если уж вырезают, то в кратчайшие сроки должны заделать вот эти вот вырезы. Инициативные нижегородцы решили указать дорожникам на особо трудные участки, обводя ямой белой краской. Но насколько это облегчит передвижение, пока неизвестно. По словам Олега Кондрашова, белые круги – это повод лишний раз обратить внимание на неспешную работу дорожных служб. Вслед за ними притормаживают и водители. Ремонт подвески обходится дороже с экономленных минут.